В начале рабочего дня к одному из административных зданий группы компании «Албис» подъезжает автомобиль с медиками. Здесь же ценный груз – специальный термос с ампулами вакцины от COVID-19. Известно, что она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Канал «Видное ТВ» решил помочь медикам в процессе вакцинации. Перед процессом вакцинации на каждого пришедшего заполняются обязательные регистрационные формы, а их, кстати говоря, немало. Прививка от COVID-19 – вещь серьезная. Также врач беседует с пациентом и проверяет его самочувствие по ряду параметров. Горло, страцию, температуру, давление. Какие-то противопоказания есть для тех, кто пришел? Обосредание хронических заболеваний, перенесенный COVID, возраст до 18 лет. Сам процесс прививки проходит куда быстрее. Здесь главное заранее побеспокоиться о том, чтобы рукав одежды можно было без труда завернуть, ведь прививка делается в плечо. Вакцина лежит в морозилке. Дальше мы ждем, достаем, ждем, когда она разморозится. Далее, когда она разморозится, мы уже непосредственно прививаем людей. Вот мы потом записываем данные и сдаем. И все это вводится в базу федеральную. Наталья Паняева работает в организации менеджером отдела логистики. Она одна из первых, кто согласился привиться. И на то у нее веские причины. У меня маленький ребенок, у меня годовалый ребенок, поэтому у меня пожилые родители, которые тоже уже сделали прививку. Ну и как ощущения первые? Ничего не чувствую. Все в порядке. В компании «Албис», которая занимается производством строительных материалов, трудится порядка полутора тысяч человек. Первых добровольцев, которые получат вакцину в этот визит медиков, чуть больше 30. Но руководство планирует, что прививки будут проходить на постоянной основе. Уководством компании, и так как все-таки мы градообразующее предприятие, было принято решение посотрудничать с Витненской больницей. Она нам предложила вакцинацию для наших сотрудников, потому что большинство сотрудников все-таки это видновчане. Многие боятся, многие не понимают, зачем это нужно. Поэтому я думаю, что это будет еще не раз и не два. Для прививки второй дозы вакцины, которая вводится через три недели, медики вновь приедут в организацию. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Максим Козлов, Елена Кошлева. Видео. Видео.